Два вопроса. Первый по поводу тактики забрасывания мясом второй мировой практики. Работает ли это? Первое. А второе, президент вновь провел ставку. Вновь главный месседж защита Бахмута. Вы вспоминали Сырского, Залужный, который бесконечно об этом говорит, тем более очень активно в последние дни и сегодня в том числе. Это ответ на материалы западной прессы и иностранной прессы или с чем это связано? Очень активно говорят про защиту Бахмута. Да, мы это понимаем. Западная пресса пишет о том, что Ллойд Остин говорит, что лучше было бы выйти, может отойти, стратегически отступить, может что-то еще. Там Украина много теряет. Да, мы там теряем, это правда. Но вот то, что происходит сейчас в рамках заседаний, каждый день практически, это ответ на вот эти действия, на вот эти посылы Вашингтона. Как вы думаете? Первое. Сначала давайте насчет западной прессы. Мы оба понимаем, чего мы имеем в виду. Мы имеем совершенно ужасающую, на мой взгляд, статью Washington Post, которую я просто прошла три раза. Напоминаю, что Washington Post это достаточно левое издание. Да. Ну и оно очень осторожно относится к этой войне. Оно зафигачило статью, которую, я думаю, просто в Кремле читали с восторгом. В ней, причем со ссылки на украинские источники, как людей, которые сражаются в Бахмуте, так и украинских чиновников. Было сказано, что первое, украинская армия истекает кровью, что количество потерь, но это вместе с ранеными достигло 120 тысяч человек, что перемолоты лучшие, что, соответственно, Украине нечего наступать и что ей нечем наступать, потому что, дескать, все лучшие солдаты убиты. И, во-вторых, ей нечем наступать, потому что то оружие, которое ей предоставлено, носит исключительно символический характер. Это все со ссылками на непосредственных участников событий внутри. Если вы внимательно посмотрите на эти ссылки, то вы увидите, что они могли иметь некоторые оговорки. Например, человек, который сражается в Бахмуте, естественно, он будет говорить о том, что его люди умирают один за другим, но он физически не знает и не может знать, кроме как с чужих слов, о тех резервах, которые готовятся именно пока он сражается в Бахмуте и могут готовиться именно потому, что он сражается в Бахмуте. А если слова о символическом характере предоставленных вооружений, ну, вот просто хотелось бы знать, как эта фраза звучала в начале. Я не очень уверена, что она звучала именно так. Скорее всего, данный украинский чиновник, неназванный, говорил, что надо еще больше, потому что оружия мало не бывает. Я просто сейчас фантазирую. Но, в общем, это, короче говоря, если учесть, что путинская стратегия сейчас, как он ее понимает, заключается в том, что единственное, чем он может сорвать украинское наступление, это бесконечные траты пушечного мяса. И эта трата пушечного мяса приведет к тому, что, а, Украина будет обескровлена, а Запад устанет, не предоставит ей оружие, тогда все будет хорошо. И тогда вот, наконец, пойдут все на переговоры, и будет Путину счастье, то вот несложно заметить, что просто майский день мне на сердце. Читайте эту статью. Значит, соответствует ли эта статье о правде? С моей точки зрения, ну, абсолютно нет. Вот не просто нет, а абсолютно нет. Вот она, в ней какие-то вещи, которые на своем участке абсолютно правильные, но все это вместе складывается картину, которая ровно противоположна действительности. Потому что, еще раз, мы неоднократно обсуждали, не надо быть, уже, наверное, для тех, кто внимательно следит за этой войной, не надо быть просто там человеком, который супервоенным обозревателем, чтобы понимать, что люди в Бахмуте именно покупаются украинской армии готовящимся резервом. И это резервы не тысячи, это десятки тысяч. Может быть, это не очень много десятков тысяч, но это люди, которые обучаются и перевооружаются очень часто за границей. Вот. И, ну, посмотрим, насколько символическим будет количество предоставленного оружия. Я думаю, это выяснится действительно непосредственно в ходе украинского наступления. Но, да, вы хотели прервать этот монолог, уточнение каким-то. Я хотел в таком случае, простите, с какой целью в таком случае вышла эта статья? Потому что в российских телеграм-каналах, я обратил внимание, пишут о том, что таким образом хотели ввести в заблуждение Киев и Вашингтон Россию, что, мол, Украина не готова, и, ну, знаете, это такая себе замануха, как и не писали. С какой целью статья вышла, как думаете? Вы знаете, я, как ни странно, тоже без телеграм-каналов обдумывала эту версию. Я не знаю, я вот, на самом деле, вы задали вопрос, который я сама себе задаю, и который там я сегодня буду задавать своим собеседникам, и который я вчера задавала Стасу Белковскому. Потому что я пока точно сказать не могу. Мне, казалось бы, наиболее логичной, что это действительно статья такая, которая должна убедить Путина в правильности выбранного пути, еще дальше засунуть голову в ловушку. Но, если честно, она оказывает, с моей точки зрения, настолько деморализующее влияние на украинское общество. А это не из проходных статей. То есть вот есть же масса статей, которые пишутся просто так, и видно, что человек выражал свое мнение. Правильное, неправильное свое мнение. Мне она показалась в этом смысле очень достаточно преследующей некую цель. Заставить Путина или даже Пригожина сунуть глубже голову в пахмуте весьма вероятно. Но, с моей точки зрения, тогда плюсы от этой статьи абсолютно нивелируются теми минусами, психологическими минусами, которые она вызывает. Так что ответ честный. Я не знаю. Паркареметь пока не знаю. Когда соображу, поделюсь. Но, действительно, а второе самое главное, что, собственно, я хотела сказать, что вот еще раз я начала эту историю с того, что высшие люди в украинской армии, которые просто отвечают за этот фронт, находятся в этот момент на фронте. И, с моей точки зрения, им виднее. Вот жираф большой, ему виднее. Да, вот я совершенно не верю, что сырские или командующие СССР будут тратить своих солдат, если коэффициент размена им покажется неприемлемым высоким ради каких-то политических требований. Я совершенно не верю. Вот я ничего не знаю о ситуации на земле, кроме того, что мне рассказывают. И эта ситуация заключается в том, что, в отличие от Северодонецка, в Бахмуте есть артиллерия. Вернее, не в Бахмуте есть артиллерия, а она есть в Часов-Яру. Она очень точно бьет. Она бьет по вагнеровцам в основном, потому что вагнеровцы внутри Бахмута. Нет связи у российских войск, а у украинских войск есть связь. Они имеют возможность точно наводить эту артиллерию. Они восстановили мост, который был взорван. И самое главное, что Пригожин, вагнеровцы, которые услышали о том, что Бахмут сдается, побежали вперед в надежде его захватить. Достаточно сильно вырвались вперед и оказались в не очень приятном положении. Герасимов не спешит их на помощь. Видимо, это на самом деле даже гораздо более важная история. То есть не более важная история, а это другая важная часть истории, которая связана с тем, что и Кадырову, и Пригожина их явно подмачивают внутри России. Они тоже там слишком далеко на другом фронте забежали вперед. И эти два фронта, внутренний и внешний, сообщаются между собой. И Герасимов явно рад, что получилось такое с Пригожиным. И было бы странно, если бы заложенные Сырские не воспользовались в этой ситуации подвернувшейся возможности. Мы специально с Романом Светаном обсуждали, это была ловушка, в которую заманили Пригожина, или просто, поскольку Сырский и остальные военачальники находились на месте, они увидели ситуацию и ей воспользовались. И Роман даже не считает, что это была какая-то специальная обставленная ловушка, а это вот именно так устроена война. Как только тебе подвернулся шанс, хватай его, Пригожин побежал вперед, потому что решил, что сейчас все лавры будут его, и вместе лавров теперь отхватывают люлей, соответственно, его подсовывают на лопате в одну сторону, а с другой стороны он огребает. Так вот, мое скромное мнение заключается в том, что люди, которые на месте, их непосредственно бомбит российская авиация, потому что не забудем, что над Бахмутом очень много российской авиации летает и опрастывается, и они в любой момент рискуют погибнуть, и они в глаза смотрят тем людям, которых они посылают в бой, они, вот тот факт, что они приняли это решение буквально в течение пяти минут, «нет, в Бахмуте остаёмся, им очень пригожено», показывает, что они владеют ситуацией в реальном времени, вот этот расклад видят как шахматист, и мы сейчас с вами немножко похожи на людей, которые обсуждают шахматную партию, не зная, какие ходы там делают, только по каким-то голосам, которые доносятся от стенки. Гроссмейстер, который сидит непосредственно на доске, точно знает. То есть если не знает он, то не знает уже никто. Тем более, что, как я уже сказала, второй гроссмейстер, он сидит в Москве, и ему рассказывают о ходах тоже с чужих слов. А эти видят просто вот то, что происходит на поле боя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова